здравствуйте уважаемые леди и джентльмены с вами 10 лёша сегодняшний выпуск про аргон в одной группе на фейсбуке про скотч один товарищ этот как его там не помню в общем выложил пост про аргон и выложил там кусочек моего видео с обзора про глен скоушу молдс фестивал релиз 2020 года вот этот вот был обзорчик вот тут посмотрите ссылочку на него кто не смотрел так вот он выложил пост про аргон и задал вопрос достопочтенной публике о том стоит ли использовать аргон или это ерунда там завязался большой большой разговор много было вопросов ответов кто-то был за кто-то против в общем мнения разделились и я предложил провести эксперимент эксперимент который буду проводить полгода что я сделаю я купил две бутылки одинаковые 1,2 литра стеклянные взял две пробочки одинаковые которые подходили к ней от highland park а в эти бутылки я хочу залить два варианта скотч 200 миллилитров я залью в эту бутылку 200 миллилитров в эту бутылку одну бутылку я закрою пробкой ничего не буду с ней делать оставлю на полгода во вторую бутылку еще дополнительно сверху и пшикну аргона и 200 миллилитров я оставлю в бутылке просто замотаю парафиновой лентой виски для этого эксперимента я выбрал blackadder политика ботлера была выбрана очень интересная основная мысль которая была выделена в этой политике это то что виски продолжает жить в той бутылке в которую залили и для того чтобы сохранить максимально этот виски а также позволить ему жить дальше этот виски подвергается самой грубой механической фильтрации ну то есть практически берется обычная там сито с какой-то мелкой ячейкой и виски разливается по бутылкам этот релиз эта серия точнее blackadder а называется the legendary суть ее такова что это сингл каски бочковой крепости без холодной фильтрации без всякого подкрашивания видите вот такой вот цвет очень очень светленький давайте откроем присутствует небольшая взвесь кусочки бочки труха что за скотч здесь розли тут не сказано мнение экспертов на дегустациях пришли к тому что это скорее всего либо the glen livid либо glengrant я склоняюсь к версии что это glengrant и так заливаем 200 миллилитров не взял такую специальную колбочку готова мы сейчас сделаем не 2 пшика а 3 хотя по инструкции 2 но здесь площадь чуть побольше поэтому мы сделаем три пшика образец номер один наклеечка у нас с аргоном так второй образец у нас будет без аргона наливаем 200 мл и дозатор мы оденем так есть наливаем в бутылку номер 2 200 мл и бутылки сухие новые чистые так готова с этим образцом мы ничего не делаем закрываем и оставляем на полгода эти две бутылки наклеиваем наклейку без аргона без аргона также я сделаю сэмпл blackheader с вариантом без доступа воздуха отолью в бутылочку 50 миллилитров так это будет наш вариант без аргона и без воздуха замотаем парафилма так все замотали еще раз значит это сэмпл без воздуха то есть как будто бы мы купили новую бутылку это сэмпл у нас просто без аргона то есть мы пили пили в бутылке осталось 200 миллилитров на дне и много воздуха и образец где у нас то же самое только мы еще аргончиком сверху пшикнули мы потом будем сравнивать два этих образца вот наша задача сравнить именно их между собой и соответственно ну с учетом еще вот этого и еще один вариант так просто для интереса парафилм плюс воздух так продегустируем запах яркий цветочно-фруктовый бражные тона нью-мейка воздух хорошо раскрывает помогает никакой древесности не дает что очень приятно яблочки легкая химозность яблочного сока знаете такой есть пакетах сок яблочный химический такой вот есть такой запах во вкусе минеральность горечь анис довольно простой но очень сбалансированный вкус послевкусие приятная вяжущая горечь сладость кстати очень хорошая яркая сладость увидимся через полгода где мы узнаем помогает аргон сохранять консервировать крепкие спиртные напитки или нет так следующая половина выпуска наступит через полгода добро пожаловать в будущее для вас то но пролетело быстро вы сидели в кресле а для меня это было ох как трепетно и прошло даже не шесть месяцев а целых восемь и так все перед вами таблички перед вами я все приготовил вы все видите cb это целая бутылка то что я дегустировал секунду назад давайте быстренько разольем и приступаем к дегустации а нет и еще одна мысль пришла мне в голову я решил завесить бутылки перед тем как отправить их в будущее бутылка с аргоном у нас потеряла в весе одну целую 82 грамма а бутылка без аргона от 0 целых 72 грамма неожиданный результат который еще предстоит проанализировать ну да ладно мы провели эксперимент мысли ваше мнение в комментарии комментариях пообщаемся может быть какие какие-то выводы получим а сейчас просто эксперимент мы посмотрим что получилось лучше ли с аргоном или нет кстати говоря вот эта малышка перед нами виновник торжества давайте быстренько разорьем победа пока разливал вспомнил что к сожалению бутылку которую я просто обмотал парафилмом я не зависел но конечно же стоило для интереса также вспомнил что как раз недавно на медне вышел следующий релиз восьмилетний то есть но другая бочка то есть тот же самый та же самая винокорня в другой бочке которая постояла на год больше чем грубо говоря вот это вот жалко конечно что я не смог ее достать по быстренькому чтобы ее тут же сравнить со старым релизом и так давайте сделаем небольшую паузу на часик я быстренько тут все проверю попробую и вам перезвоню шучу и наконец я расскажу вам про результаты погнали вкус кожа начать до нас базы агавовость какая-то знаете вот что можно сказать это агавовость ох а сколько почек нужно на такие эксперименты надо же водой хорошенько запивать иначе рецептора не прочистишь крепость-то приличная 46 кстати ощущается как все 53 прямо галовый дистиллят сижу тут как подопытный кролик да непростая задача сейчас послевкусием разберемся итак рассказываю образец аргон то есть пустая бутылка мы туда напшикали аргона и оставили на 8 месяцев ацетоновость то есть легкие фракции по сравнению с целой бутылкой упали появилась солодовость но пропали бражные нотки то есть все-таки трансформация была во всех четырех образцах остался профиль в аромате это яблочная химозность как я говорил и сено дальше образец без аргона тоже пропала естественно резкость легких фракций но аромат изменился отличается от образца с аргоном появилась курага металлические тона он стал более насыщенный появились цитрусы и пыль образец парафилм то есть бутылка которую мы почти прикончили но решили сохранить и замотали парафилмом солодовость осталась и в принципе появилась ацетоновость также как и в аргоновом образце осталось на пред на таком же уровне но выше чем в образце без аргона но также появилась пыльность и цитрусы вкус усилилась древесность в образце с аргоном упала сладость по сравнению с образцом исходным и усилилась солоноватость соленость или минеральность если хотите в образце без аргона усилилась горечь древесность почувствовалась некая водянистость то есть уже ярко проявились тона деградации виски образец парафилмом оставил больше впечатлений появился пучок специй он был более насыщенный более добротный но как видите тоже эволюционировал не сказать что эти виски прям разные но пришлось попыхтеть подумать и у половить вот эти вот отличия но они есть после вкусе в принципе везде одинаково конклюженс 1 вывод в аромате во всех образцах кроме исходного упали резкие легкие фракции второе в пустой бутылки лентяя так назовем ее во вкусе почувствовалось большая водянистость и древесность вот на наша бутылочка что говорит о естественной интенсивной оксидации в этой бутылке и деградации спирт спирта или виски третье этот же самый образец мне понравился больше всех по своей насыщенной ароматике а образец с воздухом но парафилмом понравился больше всех по вкусу четвертое я провел эксперимент на неком семилетнем виски 46-летней крепости из спейсайда естественно с вашим возрастом не вашим возрастом а возрастом вашего виски вашим вариантом бочек или варианты других спиртов естественно могут отличаться 5 главный вывод мои попытки сохранить оригинал в пустой бутылке провалились и виски везде эволюционировал деградировал если хотите аргон не панацея парафилм работает на похожем уровне с годами начинает точно выигрывать и шестое используйте аргон если только хотите сохранить больше легких фракций это не более 6 8 месяцев а еще важный вывод который можно сделать из всего того что вы сейчас увидели это открыв свою бутылку виски сделайте сразу же сэмпл отливант отлейте себе вот такую вот бутылочку 50 100 или 200 миллилитров заполните до верха замотайте парафилмом это будет ваш стопроцентный экземпляр бутылки маленькая ее копия а еще как можно сохранить бутылку точнее виски в этой бутылке это просто выпить ее как можно скорее а еще лучше выпить ее с друзьями и так на этом все заглядывайте в мой магазин товаров и аксессуаров для любителей коллекционеров вообще всех поклонников крепких алкогольных напитков в основном выдержанных но можно и не выдержанных и так не пейте а если пьете то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты пока